здравствуйте подписчики канала heavy metal gym привет егор я из украины мне 25 лет зовут меня вадим стаж тренировок около 10 лет хотел бы рассказать что вкратце что я подчеркнул с канала егора когда я пришел на этот канал я по видео ступени определил что я на среднем уровне по силовым базовым упражнениям подчеркнул я информацию с канала егора самое главное это периодизация тренинга тренировочный объем количество его кое должно быть также заминка вообще не знал что это такое использование пояса что его не нужно использовать только при максимальных весах на одну-два повторения ну и конечно технику технику всегда нужно оттачивать до идеала также подсобка к приседу и тяги а конкретно это гудмонинг и русские наклоны heavy metal gym приятно смотреть егор очень образованный интересный человек с ним приятно общаться на все вопросы заданные в контакте егора он всегда отвечает не судите строго видео монтировал первый раз там начале 30 секунд где-то не будет звука потом пойдет голос все там вроде должно соответствовать спасибо вам егор за полезный контент который вы делаете всем здоровья силы без травм и приятного просмотра а и и здравствуйте подписчики канала heavy metal gym привет Егор пока идет общая разминка вкратце расскажу о себе мне 25 лет стаж тренировок 10 лет раньше занимался три раза в неделю последние два года хожу два раза в неделю мой вес сейчас 70 килограмм в детстве у меня было в сд 15 лет врачи дико запрещали все кроме плавания выглядел я на тот момент ужасно складки на животе жижные бока обвисшие сиськи на тот момент я подумал что с этим нужно что-то решать пошел в зал возле дома естественно не обладая никакими знаниями целый год я занимался тупо на тренажерах причем на всех сразу которые были помимо них ну естественно мы жали лежа спустя год таких тренировок я тупо не видел никаких результатов но тем не менее продолжал ходить товарищи по залу написали программу там было около 12 упражнений обычные проги для профессионалов это было конечно лучше чем тренажеры так как там были свободные веса но тем не менее это было не то после кого-то времени я поубирал уже сам лишнее когда уже по чуть-чуть начал разбираться что и как и начал понемножку приседать и тянуть в общем процесс построения силы очень затормозился из-за тупорылых программ ну и конечно из-за того что параллельно я любительски занимался боксом и борьбой и с товарищами очень любили играть настольный теннис и года полтора назад я наткнулся на канал хэви металл жим и обратил внимание что материал на этом канале мягко говоря отличается от другого был каких-то пару небольших вещей оттуда и решил проверить на себе через месяц я понял что эти штуки работают потом я смотрел каждое видео мне было очень интересно я изучал информацию с этого канала после чего я начал изучать периодизацию построился сам цикл не изучал все но врать не буду использовал вовсе не все делал как мне нравится не включил в цикл промежуточные мышечные волокна очень редко делаю окислительные мой цикл получился таков первая неделя у меня масса наборная вторая неделя тренировка на силу третья неделя такая же как и первая масса наборные тренировки четвертая неделя тренировка связок кстати очень понравилось пятая неделя тренировки многоповторная базовые упражнения на максимальное количество раз с маленьким весом по пару подходов в упражнении и шестая тренировка на окислительные мышечные волокна мы там сделали экстензию сделали немного пресса сейчас начинаем разминаться пустым грифом начал я с жима потому как не хотел начинать с приседа по той причине часто бывали случаи когда делал на большое количество повторений скакала давление и потом очень плохое самочувствие поэтому не захотел запороть тестовую тренировку и начал жима сейчас на видео увидите разминочка с полтинником уже потом будет 60 и рабочие 70 на данной тренировке вот у меня две тренировки в неделю три группы мышц в одну тренировку и каждая тренировка на одну и ту же группу мышц получается разная главный момент с началом периодизации я изменил еще количество подходов и повторений после просмотра видео на данной темы на канале егора у меня было обычно базовых упражнениях 6 по 6 а в дополнительных на мелкие группы мышц 3 по 12 вот пошел рабочий подход я решил попробовать скосить и сделал массонаборные тренировки всего два подхода на примере приседа первый подход на 8 2 подход на 10 как егор говорил рабочий подход может быть только один если ты делаешь два или более подходов с тем же весом это далеко не рабочий подход вот и делал максимальный вес на 8 потом снижал вес и делал на 10 другой вариант на примере приседа это максимальный вес на 10 повторов а второй подход делал тот же вес только уже на 8 повторений сейчас начинаем разминаться с пустым грифом на приседе потом также будет полтинник также будет 60 и рабочий подход пожалуй она 19 раз в общем получается базовых движениях два подхода в моей программе одно или два упражнения на крупную группу мышц на спину правда три становая турники тяга в наклоне на мелкие группы мышц одно максимум два упражнения в двух или вообще одном подходе в одном подходе если примеру два упражнения бывает иногда делаю три то тогда точно по одному подходу упражнение плюс к этому я еще стал меньше кушать смысле кушал также где-то четыре раза только делал меньше порции а не это процентов на 30 на 20 потому как очень устал запихивать через себя и мне тоже изрядно надоело более не вижу этом никакого смысла так как я не выступающий спортсмен вот на видео уже рабочий подход пошел присел я 25 раз честно приседом не очень доволен был как-то в более лучшей форме я приседал 80 раза на 23 тут я по идее должен был присесть хотя бы раз на 30 вот на мое большое удивление скосивших где-то в два раза программу питание на треть вес не упал силовые не упали остались на таком же уровне и очень сильно разгрузилась cns я стал себя намного лучше чувствовать тренировки стали проходить лучше ушла перетренированность спустя время пошли в гору и силовые базовых движениях после очень долгого застоя я наконец начал осознанно заниматься и понимать что и для чего я делаю за потраченные годы но я не жалею много очень ошибок на своей шкуре испробовал зато теперь точно понимаю чего делать не стоит и смешно смотреть когда некоторые блогеры втирают дичь за позаниматься на тренажерах чтобы мышцы в тонус вошли пришли а потом уже база это шлак полный конечно турник сразу рабочий подход вешу я мало 70 килограмм не вижу смысла разминаться на блоках там поэтому начинаем сразу с рабочего подхода подтянулся я 25 раз по поводу питания изучал тоже информацию на канале егора честно говоря хорошо разбираться начал но не всего придерживаюсь позволяю себе разные продукты в разное время не люблю себя ограничивать еде я не выступающий спортсмен поэтому ставить рамки не вижу никакого смысла просто стараюсь есть продукты приготовленные на пару по минимуму жареного минимум гадкой еды типа колбас сосисок пирожен торты вообще не приветствую в основном рацион каши макароны яйца мясо птицы говядина свинина брусья начались вот на видео увидите тоже не делал никаких разминок первый подходе к и сразу рабочий сделал я 42 раза узкие брусья у нас там напротив меня он там очень широкие брусья необычно делаю на узких для трицепса в день где-то три или четыре приема пищи не стремлюсь большим объемом больше нравится работать на силу вот сейчас на видео закинул еще два упражнения там в конце будут который также взял с канала heavy metal gym как по мне это отличнейшая подсобка для приседа и тяги сейчас делаем гиперэкстензию на видео делал гиперэкстензию в начале экстензию буквально по подходе по просто все не снимал заминку тоже не снимал растяжку так более сокращенно чтобы сильно не растягивать видео дабы это можно было более-менее быстро посмотреть ну и прессик тоже один подходик сделал чтобы не растягивать сильно видео зал у нас у такой вот вот скульный тренажеров там минимум я в принципе на них практически вообще не работаю люблю свободные веса полюбил вот присед тягу жим как-то не особо вот пошла легенькая растяжка бицепс потянуть чуть-чуть все также какие показывал его руся на канале на грудь грудные немного потянуть ну в принципе чтобы не качал как после каждой тренировки растягиваю все группы мышц ну вот немножко широчайшие кстати очень хорошо чувствуются сейчас вот плечи тоже кстати очень хорошо чувствуется тянутся мышцы трицепс сгибатель ну вот немножко разгибатель тоже икры при растяжке мне кажется самое главное очень хорошо чувствовать какие мышцы ты тянешь и главное не переборщить особенно после тренировки дабы там ничего не надорвать не было никаких травм вот и подсобочка для приседа и тяги которые подсмотрел и гора на канале очень они помогли мне поднялись результаты это вот good morning лично оно мне дало верхней части спины спины в грудном отделе когда большой вес нет держит хорошо сведенные лопатки и не клюешь верхней части и вот это отличнейшее упражнение просто отличнейшая это русские наклоны кажется называется начинал как только делать это упражнение еле-еле отклонялся на несколько градусов потом ноги просто не держали ну сейчас вот пришел таким результатом но еще отталкиваясь по чуть-чуть без опоры но без отталкивания сделать полностью еще не могу очень хорошо в приседе приседать стало легче вес на штанге стал увеличиваться и мышца начала получать силу от этих упражнений от этих упражнений а до этого кстати вообще не было никаких упражнений на загибатель бедра я как-то не делал ну и вот сделал вставочки это с прошлой тренировки перед тестовой тут 110 дабы посмотрели технику может указали на какие-то ошибки пол чёрные освещение у нас слабоватая но я надеюсь там нормально все видно и вот становая тяга тоже вставочка чуть-чуть занимаюсь я в кайф не надо мне никакие мотивации отлично себя чувствую и иду на тренировку он просто с большим удовольствием ну и естественно не делаю глупых вещей таких как пойти когда приболел или когда там не знаю летом после моря в принципе о том о чём Егор говорил нужно думать головой спасибо всем кто слушал надеюсь было информативно будут какие-то вопросы пишите в комментарии всем силы и без травм спасибо всем пока отлично Продолжение следует...